Про вас говорят, что вы любите перечитывать сказки. Это правда. Что ваше любимое блюдо – борщ с пампушками. Не всегда. А ваше любимое платье шито в Архангельске. Это правда. Что вы скептически относитесь к красивым мужчинам. Да. И не любите тусовки и презентации. Да. Что с вашим мужем вы можете не видеться по несколько месяцев. Да. Что вы никогда не интересуетесь размером гонорара за вашу работу. Да. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. У меня остался… Спасибо большое. У меня остался последний вопрос. Блица для нашей сегодняшней героини. Про вас говорят, что всю жизнь из драгоценностей вы носите только жемчуг. Это правда? Почти правда. Мне кажется, что мы… Вы… Я-то знаю, кто к нам пришел. Вы получили достаточной информации, чтобы сказать, кто сегодня в гостях в программе «Мужчина и женщина». Пожалуйста, ваши варианты. Я думаю, что это Толкунова. Так, Толкунова. Какие-то еще есть варианты? Сенчина. Больше вариантов нет. Хотя, на самом деле, мне кажется, что этот голос узнали все. Но, тем не менее, давайте посмотрим. У нас есть такая небольшая видеосправка, видеоотгадка. И мы уже окончательно убедимся, кто пришел к нам сегодня в гости. Пожалуйста, экран. Своим творчеством она воплотила в жизнь лозунга песни, которая строить и жить помогает. Народная артистка России Валентина Толкунова. Родилась в Армавире, но считает себя москвичкой, потому что ходить, говорить, а главное, петь она научилась именно в Москве. Творческая карьера певицы начиналась в ансамбле Центрального дома детей и железнодорожников под управлением Семена Дунаевского. Затем она окончила музыкальное училище имени Гнесиных и дирижерское хоровое отделение Московского института культуры. Пела в джазовом оркестре Юрия Саульского, записала песни к телефильму «День за днем». Валентина Васильевна выпустила 12 пластинок и 4 диска, записала более 300 песен к фильмам и театральным спектаклям. В 1989 году Валентина Толкунова стала художественным руководителем творческого объединения «Арт». С музыкальными спектаклями ее театр гастролирует по всей стране. Муж Валентины Толкуновой Юрий Прапоров, журналист-международник, работает в Мексике. Сын Николай – студент Института мировой экономики. В гостях у программы «Мужчина и женщина» народная артистка России Валентина Толкунова. Я уже понял, что сейчас мы заговорим с Валентиной Васильевной, я забуду обратиться к телезрителям и напомню, что у нас есть традиционный конкурс. Условия его таковы. Цифрами, соответствующими алфавитному порядку букв, мы зашифровали слово, определяющее смысл жизни нашей героини. Вы должны будете определить это слово, но это еще не все. Вы должны будете внимательно смотреть нашу программу, потому что в конце мы назовем одну из цифр, а вы должны будете сказать, о чем именно речь шла в этот момент. Тот, кто это сделает, получит наш приз. Я решил начать с самого начала и спросить вас, помните ли вы свой самый первый концерт? Очень хорошо помню. Я помню этот концерт во всех подробностях, потому что я сшила тогда свое первое платье, в котором потом выступала два года, поскольку у меня не было денег сшить новое. Я помню этот блистательный колонный зал, который мне был знаком с детства. Я так нервничала, что я все время повторяла слова песни. Я думала, что я их просто забуду, но в конце концов все вышло хорошо. Но эта песня «Ах, Наташа», а впоследствии «Серебряные свадьбы» стали моими, как сейчас называют, шлягерами. «Серебряные свадьбы, негаснущий костер, серебряные свадьбы, душевный разговор». Валентина Васильевна, вы сказали так, между прочим, что вы боялись забыть слова песни. А вообще бывают в биографии артистки случаи, когда она выходит на сцену, начинает петь и забывает текст? Конечно, бывает. У меня был такой случай. Я работала с Давидом Владимировичем Ашкинази, с известным пианистом. И вот однажды я пела романс «Не довелось» я пою, а нам с тобою встретиться не довелось. Поговорить о том, о сём, спросить хотя бы, как жилось-былось. А что ещё спросить? Пожалуй, всё. Давид Владимирович дальше играет. Я должна вступать и петь дальше первый куплет, второй куплет. И я чувствую, что я ничего не помню. Я остановилась и говорю зрителям, дайте мне, пожалуйста, ещё возможность начать. Ещё раз. Они ещё раз мне дали возможность начать. Я опять сказала, пожалуй, всё. И забыла опять слова. И говорю, это будет моя последняя, третья попытка. Дайте мне возможность. Зрители смеялись и говорили, конечно, конечно. И когда я поняла, что я уже не вспомнила слова, я сказала, не довелось. На что Давид Владимирович сказал, не зарекайся. А скажите, это вот у артиста должны быть такие железные нервы, такая выдержка? Потому что я знаю случаи, когда драматические актёры, забыв текст, уходят со сцены. Да, это так бывает. Видимо, здесь не только выдержка, но и смекалка какая-то, какая-то смелость должна быть. Потому что, когда иногда забываешь слова, просто говоришь ля-ля. Я вам расскажу один маленький анекдот, с вашего позволения, можно? Конечно, конечно. Когда, как раз про это, когда один артист такого неизвестного театра, но с очень хорошим голосом, его пригласили петь в столицу, в театр оперы. И предложили ему спеть в опере Евгения Онегин партию Ленского. Он вышел, дирижер стал играть, начал знаменитую арию «Куда-куда вы удалились». И артист молчит. Дирижер второй раз начал дирижировать вступление. Артист опять молчит. Тогда дирижер ему потихоньку говорит «Куда-куда вы удалились?». Музыканты начинают говорить «Куда-куда вы удалились?». И потом весь портер, потом весь амфитеатр, билетаж. Все говорят «Куда-куда вы удалились?». Он говорит «Что куда? Что куда? Я знаю куда». А мотивчик забыл. Можно сказать, что какие песни народ поет, такая у него и душа? Да, можно сказать, какие песни народ слушает, такая у него и душа. Что вы можете сказать тогда о душе нашего народа, исходя из того, какие песни он слушает сейчас? Наш народ поделился на много-много частей. Мир сегодняшней песни таков. Это песни ритмики, это песни живые, это песни темповые, это песни эмоций иногда пониже спины. Но это все проходит потом, впоследствии, когда человек становится взрослым, когда ему 35-40 лет, он уже понимает, что ему нравится другая музыка. Потому что человек имеет свойство взрослеть. И это, не знаю, хорошо это или плохо. Может быть, даже молодость, она легкомысленнее, но она интереснее, потому что она без проблем. Я симпатично к этому отношусь, но как к таким, знаете, к нечто проходящее. А они вас не раздражают? Вот, например, выскакивающие, не будем сейчас никого обижать, молодые люди, которые выскакивают на сцену, прыгают, носятся, поют совершенно бессмысленные, но очень ритмичные тексты. Ну, я отношусь к ним, как к детям. Дети позволяют себе непосредственные поступки. Если бы я вас попросил охватилизовать одним-двумя словами атмосферу современного эстрадного мира, вы бы что сказали? Я думаю, что... Мне кажется, это полет в небытие, не отрываясь от Земли. Полет в небытие, не отрываясь от Земли. То есть имитация полета? Да, имитация полета. Делание вида. Да. А что вы слушаете в машине? Я, как правило, занимаюсь в машине. Извините, но я занимаюсь в машине своими песнями. И я беру кассету, вставляю ее и учу текст. На ваш взгляд, это нормальный путь женщины, когда она идет к чему-то новому в профессии через любовь к человеку? Я так понимаю, что, в общем, вы, наверное, полюбили джаз через любовь к мужчине. Я думаю, в этом есть доля правды. Я также по конкурсу прошла в оркестр Юрия Саульского, хотя джаза совершенно не знала. В начале я занималась джазом просто как музыкант. Мне было интересно расстановки синкопы, мне интересно было заново видеть ноты, мне интересно было вникать в эту ритмику, необычную для моей души, для меня. А потом это соединилось, конечно, с огромной любовью к человеку. И когда, не наше дело, почему вы расстались, вы ушли из джаза? Я ушла из джаза немножечко раньше. Я думала, что я буду петь где-то в квартете или в актете, ну где-то в какой-то группе. Но судьба меня вывела на совершенно другой уровень. Вы не хотели быть солисткой? Нет. Как такое может быть? Не знаю. Мне кажется, все певцы хотят быть солистами. У меня другой случай. Я никогда не хотела быть солисткой. Вы случайно стали народной артисткой России знаменитой певицей и солисткой? Ничего не бывает случайно. Вы как бы против своей воли? Нет, не против своей воли, просто опять же стечение обстоятельств. Опять же, это замечательная рука помощи музыкантов, композиторов, поэтов. И особенно Ильи Катаева, которому я очень благодарна. Он сказал, пой. Я сказала, я не могу петь. Потому что я совсем не могу петь, как певица одна. Он говорит, ты замечательная певица. Пой, пожалуйста, эту песню. Я спела ее. И вот песня «Я ночью шла по улице». Такая была задорная песня. Я ночью шла по улице. На месяц небе жмурится. И освещает домика порог. О конце желтоглазое. О конце желтоглазое. Мальчишке речь бессвязная. И девочке счастливый говорок. Пора, пора. Пора. Уж утро наступает. Боюсь я, мама выйдет на крыльцо. Рассвет встает. Ну хватит, наступаешь, не то я рассержусь, в конце концов. Вот такая первая песня, которую я пела. Этот сигнал означает, что зрители могут тоже задавать теперь вам вопросы. Что такое смысл жизни и счастья, и в чем заключается ваш смысл жизни и счастья? Для меня лично счастье, это прежде всего счастье общения с людьми. Человек не должен падать ниц и не думать о том, что возраст является препятствием для того, чтобы быть счастливым. Это не так. Вы счастливый человек. Я очень счастливый человек. Очень счастливый. Я считаю, что каждый... Спасибо. Я считаю, что каждый день, который начинается, и ты еще раз его прожил, и ты еще раз закончил этот день и сказал спасибо за то, что ты живешь. И на следующий день ты опять просыпаешься в этом счастье. Скажите, а в этот день у вас, грубо говоря, не у вас, у некого человека сорвался концерт, его обхамили в метро, ему не выдали зарплату, у него не отоплен дом. И все равно он должен ложась спать, благодарить Бога за то, что он прожил этот день? Да, обязательно. Почему? Во-первых, потому что ты выстоял, потому что ты стал более смелым, потому что ты стал более здоровым. А если ты стал нездоровым, у тебя есть возможность найти сотни книг, по которым ты можешь вылечиться. Потому что не обязательно ходить к докторам. Можно вылечиться травами, можно вылечиться, ну, просто элементарным каким-то душевным настроем своим на здоровье. Не обязательно пить таблетки при этом. Подождите-ка. Просто мне это очень интересно. Можно вылечиться настроем на здоровье? Можно настроиться на то, что ты будешь здоров и... Обязательно. Ты должен знать, что ты будешь здоров. И ты можешь вылечиться. Потрясающе. Почему вы не хлопаете? Вам это потрясающе. Вы не очень любите красивых мужчин. А нам-то некрасивым на что-то надеяться можно? А не бывает некрасивых мужчин. Потому что для меня мужчина – это прежде всего ум, прежде всего такт, прежде всего джентльбентство и элегантность. Ну, а уж какой он внешне, ну, какое-то имеет значение. АПЛОДИСМЕНТЫ Но существуют актеры и существуют лица, которые мне симпатичны. Мне, например, симпатично, очень симпатично лицо Ричарда Гира. Да. АПЛОДИСМЕНТЫ Мне очень симпатично лицо Джона Кеннеди. И мне симпатично лицо нашего Вячеслава Тихонова. АПЛОДИСМЕНТЫ У нас пошел такой разговор конкретный. Мне кажется, вам очень даже нравится Клинтон. Я его мало знаю. АПЛОДИСМЕНТЫ Как вас воспитывала мама? У нас были вечерние беседы иногда, почему-то под музыку Клавдии Ивановны Шульженко. Мы выключали свет и в сумерках сидели с мамой и разговаривали просто на всякие темы, когда у нее было свободное время. Вы могли с мамой посоветоваться по поводу любви? Ни в коем случае. Почему? Мне кажется, было такое время, когда не было принято говорить о мальчиках с мамой. То есть вот эти вечерние разговоры под Клавдию Шульженко исключали тему любви и личной жизни? Да. А про что же вы тогда-то говорили? Мечта, мечта. Мы мечтали о том, что бы мы хотели в жизни иметь. О чем мы мечтали? Мы мечтали обо всем. А что сбылось? Я думаю, все. Потому что когда говоришь про свою мечту с приятным и милым, дорогим человеком, эта мечта, конечно же, сбывается. Это действительно так? Это правда. Когда говоришь с любимым человеком о своей мечте, он же, этот любимый человек, он с тобой полностью согласен, он доброжелателен, он к тебе относится с добром и с великодушием. Мечта очень любит, когда ей верны. А вы сильная женщина? Я не знаю. Вам виднее. А вам? Вы обо мне столько спрашиваете? Вы так меня изучили, что вам виднее, какая я, сильная или слабая? Слабая женщина, такие слова не можно сказать, поэтому очевидно, что вы сильная женщина. Как при такой невероятной славе можно остаться нормальным человеком? Объясните мне. Не замечать славу. А как можно славу не замечать? Ну, не ставить ее во главу угла. Не думать, что ты выше, чем другие люди. Ты такой же человек, как все. А ваша мама вам как-то специально об этом говорила? Моя мама не устает мне оговорить об этом каждый день. Я обращаюсь опять же к нашей аудитории, потому что наступило время нашего конкурса. И вы должны, не должны, а мы бы хотели, чтобы вы попробовали описать пейзаж или время года, или какую-то картину природы, которая, на ваш взгляд, наиболее соответствует нашей сегодняшней героине. Тот человек, чей пейзаж, чье описание природы окажется наиболее точным и покажет нашей героине наиболее точно отражающим ее внутреннее состояние, получит диск Валентины Толкуновой. И мне кажется, это будет такой очень памятный подарок. Мне кажется, что внешне вы стараетесь быть как весна. Но внутренне вы еще, как вы говорите, вы пытаетесь заглянуть в себя. И мне кажется, это что-то, что когда-нибудь будет расцветать, и вы ждете этого состояния. Вот, и, наверное, это осень пока внутри. То есть внешняя весна, внутри осень. Вот так вот девушка считает. Творчество все-таки ближе к весне, а человеку по натуре осень. Смотрите, люди заметили какое-то ваше такое, ну не то, что противоречие, а что вас много, что вы такая многослойная, что мне кажется замечательным. Ну вот говорить, если о том пейзаже, в котором я вас представляю, Валентина Васильевна, это все-таки, наверное, та самая тихая речка, на горочке такие березки. Пусть будет позднее весной, когда уже листья есть, уже все понятно, что природа проснулась, горит костерок аккуратно оформленный, как положено, чтобы не вредить природе. Все красивые мужики там на рыбалке, а мы жарим шашлык. И вот этот дымок идет над рекой, и песня льется. Вот мне кажется, что вот это вам соответствует. И последний, последний вариант у кого есть. Я себе представил другой вот совсем пейзаж. Это такая вот лето, наверное, июль так стоит на дворе. В общем, такое поле, рожка лосица, так вообще вот, ну такое желтое поле, потом ясное небо вообще вот, и улетают по небу птицы, хорошо поют, в общем, так солнце ярко светит. Заметьте, какие добрые пейзажи у всех людей, добрые такие пейзажи, на которых, что называется, успокаивается глаз. Вам нужно выбрать человека, который сейчас из рук нашего администратора получит ваш диск. Вы знаете что? Во-первых, я очень хорошо отношусь к своим друзьям. Володя Васильев, мой друг. И, по всей видимости, его зарисовка тоже каким-то образом соответствует истине, хотя девушки, может быть, они и тоже правы. У нас же финал. У нас уже вышло два претендента. Девушка, которая сказала про весну и осень, и ваш друг. Да. Вот у меня есть подарок, диск и подарок, мой буклет. Поэтому я дарю два подарка. А кто какой возьмет, я не знаю. Как вам кажется, чиновники за последнее время изменились каким-то образом? По всей видимости, нас не вызывают в Министерство культуры. Мы не знаем, как живет сейчас Министерство культуры. То есть вы с ними не сталкиваетесь? Нет, к сожалению. Мы сталкиваемся с ними только на торжествах. Вот это я вас все спрашивал не просто так, потому что у меня была такая заготовлена фраза, что неизменная осталась любовь к вам во всех слоях нашего населения, в том числе и среди чиновников. Но тот человек, интервью с которым мы записали, мне бы его не хотелось называть чиновником. Его зовут Валентин Степанч Власов, он заместитель председателя Центра избиркома. Это тот самый человек, который провел в чеченском плену довольно продолжительное время и для многих из нас является просто символом мужественности, а символ мужественности называть чиновником как-то неудобно. Он, к сожалению, не смог к нам прийти, у него дела, и мы специально поехали к нему, для того, чтобы он сказал о вас несколько слов. Давайте посмотрим это интервью. Добрый вечер, Валентина Васильевна. Мы с вами давно не виделись. Я вам искренне могу сказать честно, что давно не звонил. И очень сожалею, и вот даже публично не стесняюсь попросить прощения. В свое время, когда я работал в Чеченской Республике, и в определенной ситуации, когда мне было тяжело, такой период был, и у меня были такие минуты, такие моменты, когда, наверное, вот ваши песни, они в душе у меня были, напевались, я о них вспоминал, и это мне, ну, как-то, наверное, помогало, поддержало в определенной ситуации, вот, и именно вот ваша такая раскрытость, вот эта доброта, вот непонимание того, что вот в людях не должно быть этого вот злого, и что нужно верить только в хорошее. И вы вот человек с таким большим, просто багажом духовности, вот, я о вас часто вспоминал. Здоровья, удачи, и дай Бог, чтобы у вас и дальше все было хорошо. Еще раз приношу самые искренние извинения, я все-таки найду возможность, позвоню вам, и мы с вами, ну, мне бы хотелось, наверное, встретимся. Спасибо большое, Валентин Степанович. Спасибо. Валентин Степанович нашел возможность. Я поздравляю. Я поздравляю. Но это такой сюрприз. Валентин Степанович. Это такой сюрприз, удивительный. Валентин Степанович, ну, я, я, я должна выйти в студию. Хватит мне уже сидеть здесь. Вы выйдете в студию, но мы сначала попросим выйти в студию Валентина Степановича, чтобы мы поговорили с ним чуть-чуть. А там уже и вы к нам подойдете. Валентин Степанович, мы вас ждем. Валентин Степанович, ну, во-первых, огромное спасибо, что вы пришли, потому что мы, ну, ей Богу, и вы, и наши героини, мы совершенно, что называется, не ждали, очень рады. А что, что случилось, почему вот так вот не могли держаться? Да, вы, наверное, а по-другому и сказать нечего. Да, действительно так. Потому что я просто оставил все и поехал. Вы, как человек мужественный, вы так вскользь сказали, когда были трудные периоды в Чечне, мы вообще, вся страна знала, что это были за трудные периоды, все за вами следили. Вот расскажите, как это происходит, как это на самом деле, почему они возникают, именно ее песни, как они возникают, в каких ситуациях? Сложно, наверное, переживать, в части того, что вот не знаешь, когда это произойдет с тобой. То есть, может, утром тебя, ну, как говорят, да, может, днем, может, ночью, может, сегодня, может, а время идет, и все этого нет. Вы стреляют? Наверное, так, думая что-то, что чем-то должно закончиться. И вот в таком состоянии, вы знаете, вот, жить можно чем-то хорошим, добрым. Думал, наверное, у меня есть внуки, я о них тоже вспоминал. Вот, и интересная деталь. Так вот, носики, курносики сопят, да? Вот, когда себе так скажешь, то как-то опять это и хорошо. А потом, ну, и много таких вот песен. Вот оно помогало. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну тебе, Васильевна, мне кажется, уже никаких нет сил беседовать с вами на расстоянии. Да, просто нет сил. Но я должен вам сказать, чтобы вы приготовились к тому, что сюрпризы не кончились. Мы надеемся, что они будут приятные. И я могу сказать вам, что когда вы к нам придете, я вас встречу не один. А больше я вам ничего говорить не буду. Пожалуйста, мы вас ждем. АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ 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 Стряхнайте, то вы говорите, носики, курносики, сапя. Носики, курносики, сапя. Носики, курносики, сапя. Спасибо. Спасибо. Я хочу объяснить, что случилось всем присутствующим. И нашей сегодняшней героине, это тот самый хор. Тогда им руководил Семен Дунаевский. А сейчас этот хор называется хор имени Дунаевского, в котором вы начинали петь. То есть на самом деле время немножко куда-то ушло назад. И мне интересно, а вот какие ощущения? У меня потрясающие ощущения, потому что я увидела свою крестницу. Покажите нам крестницу. Вот она. Это моя крестница, Олечка. А вот ее сестричка, Катенька. У меня в сценарии написан такой текст. Максима Фатулкунова кормит детей конфетами. Я не очень понимаю, как это все нужно делать, но я думаю, что дети будут рады, если мы дадим вам конфеты. Дети этого и ждут. Дети. Только и ждут этого. Дети, я кормлю вас. Передавайте конфеты. Да. АПЛОДИСМЕНТЫ Девастерина, а правда, что та песня, которую вы только что пели вместе с хором вашего детства, посвящена вашему сыну? Да. Когда ему было 5 месяцев, он только родился, 5 месяцев, и ко мне пришел композитор Борис Емельянов из Сибири. Он приехал из Сибири. А поэтесса Ангелина Булычева из Львова, тогда география наших композиторов и поэтов была столь широка, что они могли все соединиться в одну песню. Ну, а я записала эту песню «Носики-курносики». Я помню, еще кормила своего сына молоком и грудным. И каждые 2 часа это было очень трудно сниматься. Каждые 2 часа он требовал молока. И я потом не понимала после съемки, почему он так кричит. Оказалось, что, оказывается, актрисе нельзя сниматься, когда кормишь грудным молоком. Нельзя сниматься, потому что ребенок не должен пить горького молока. Потому что стрессы, которые испытала актриса на съемках, они все передаются через молоко. И ребенок начинает кричать. Спасибо. Вы упомянули сами о вашем первом муже, о композиторе Юрии Саульском. И вы говорите о нем, поэтому о нем можете спрашивать. Вот с высоты сегодняшнего дня, как вам кажется, что помешало вашему браку быть счастливым? Не быть счастливым, а быть долгим. Наш брак был очень счастливым. Столько, сколько ему нужно было быть счастливым, столько он и был. А потом, когда он перестал приносить такое счастье, великое счастье, быть вместе всегда 24 часа в сутки, этот брак разрушился. Вообще, люди должны быть 24 часа вместе. Тогда это две половинки одного яблока. А как сделать так, чтобы люди, которые находятся вместе 24 часа, не надоели друг другу? Надо, во-первых, постараться заниматься одним и тем же делом, одной и той же профессией. И дополнять друг друга, и все время быть в этой профессии. Каким образом сделать так, чтобы сохранить нормальные отношения с бывшим супругом? Мне кажется, что только чувство глубокого понимания человека, уважения к нему и к слову «любовь». Уважение. А вот что касается Юрия Сергеевича, он вообще человек уникальный. Уникальных способностей, талантов. Я говорю всегда, что если бы он не стал композитором, он стал бы юристом, как его отец. Потому что у него потрясающий ум логический. Он мог бы писать прекрасно книги, потому что он литературно грамотно излагает свои мысли. И удивительный интеллектуальный человек, который может читать, например, произведение и страницу по диагонали. Не так, как мы читаем, и запоминать при этом. То есть это человек удивительных возможностей. И мне всегда нравилось, что со мной такой, в общем-то, очень талантливый человек. Талантливый во всех отношениях, что он всегда был лидером компании. Он всегда может рассказать анекдоты, он всегда может увлечь. Это женщина говорит своему бывшему мужу. И куда бы он ни приходил, он везде всегда был первым, всегда был веселым. А вы сейчас встречаетесь? Да, мы дружим, встречаемся, общаемся. Я общаюсь с его женой нынешней. А он знаком с вашим мужем? Нет, он не знаком с моим мужем, поскольку мой муж часто бывает в отъездах. Скажите, а вы... Но я их обязательно познакомлю, это хорошая идея. Во время нашего Бритца, в самом начале нашей передачи, вы утвердительно ответили на вопрос, что вы не видите с вашим мужем и сердцами. Значит ли это, что разлука тоже может укреплять любовь? Я думаю, да, потому что она же никуда не исчезает. Ведь любовь, она нематериальное чувство. Любовь – это чувство, которое витает вокруг тебя, оно тебя окутывает, оно... Ну, звук голоса, и то приводит тебя уже в какое-то иное состояние. Если, допустим, человек звонит по телефону, если ты знаешь, что у него все в порядке, если ты знаешь, что он жив и здоров, что у него хорошо с работой, что он рад жизни, он всему рад. Он рад твоему голосу, он рад событиям. Мне кажется, что и в этом есть любовь. Я понимаю, что журналист международник, что у него такая профессия, что он живет, бог знает, где я. Никогда не пытались соединиться, чтобы люди вместе, или вы к нему приехали, или он бы сюда приехал. Я не могу жить в Мексике, потому что для меня это очень жаркий климат, и я его не переношу. А он наоборот? Я могу же вообще жить только в России. Потому что для меня этот уголок – моя родина. А для него? Моя Россия. А он человек, он больше дипломат. Он прожил 13 лет в странах Латинской Америки. Для него состояние переезда в другие страны, контакты с другими людьми вполне естественное. И он очень любит солнце, он уроженец Ашхабада. И поэтому он любит солнце. Но он собирается все равно вернуться в Россию. Он мне звонил, сказал, что скоро возвращает. Ваш муж как-то завоевал вашу любовь? Или все произошло? Конечно. Мы встретились с ним в мексиканском посольстве на одном из приемов. У меня был сольный концерт для представителей и дипломатов стран Латинской Америки. И этот сольный концерт, который я никогда не забуду, поскольку надо было переводить песни. Но у них нет в испанском языке слова «полустаночек». И нет у них в испанском языке слова «полушалочек». И нет у них в испанском языке слова «мы на лодочке катались золотисто-золотой». «Что это говорит? Голд-лодка? Золотая лодка? Нет, золотисто-золотой». Ну, такое выражение вот образное. Целовались, в 40 раз целовались. В 40 раз целовались? Как это? Ну, поцелуй меня приятко без отрыву 40 раз. Как без отрыва 40 раз? Они не могли этого перевести никак. Но мой муж, зная испанский в совершенстве, он это все переводил. И вот таким образом мы познакомились. Опять же через песню. А потом мы стали встречаться. А потом мы поженились. А потом у нас появился сын. А вы готовитесь к роли свекрови? Я давно к ней готова. Это что значит? Я очень хочу быть бабушкой. Но пока мой сын, ему 23 года, он меня не делает бабушкой. Что касается свекрови, я тоже, в общем-то, как бы еще не совсем свекровь. Но у моего сына есть девушка. И поэтому я считаю, что их отношения уже приближены к семейным. И я могу считать себя в некоторой степени свекровью. И, по крайней мере, я это уже познала. А вы когда-нибудь говорите вашей невестке, вот, любимой женщине вашего сына, такие слова, как «делай так, я же опытная, я лучше тебя знаю». Никогда. Почему ты жаришь ему? Он любит яйца жарить. Не так вообще не даете? Никогда нет. И не даете никаких советов ей? Я никогда не говорю с ней так. Я в спорах всегда на ее стороне. А если она не права? Ну, надо сделать так, чтобы она это поняла. Вы практически идеальный человек, потому что быть хорошей свекровью, мне кажется, это самая сложная задача. Спасибо. Нам остается с вами сейчас пройти туда, на подиум. Вы скажете какие-то слова нашей аудитории, и, к сожалению, передача закончится. Я хочу вам подарить один куплетик одной моей новой песни, которую я еще только начинаю готовить, я даже слов толком не знаю. Но это все про любовь, и вы мне поможете сейчас. Много в жизни фонариков светится, Отойдешь, и не видно следа. А любовь, как большая медведица, Не уйдешь от нее никуда. А любовь, как большая медведица, Не уйдешь от нее никуда. Это про любовь. Спасибо. От имени нашей передачи я хочу подарить вам эту корзину И сказать вам огромное спасибо за то, что вы приняли участие в нашей программе, За вашу искренность. Я напоминаю то, чего напоминать совершенно не нужно, Что сегодня в гостях у программы «Мужчина и женщина» Была народная артистка России Валентина Толкунова. Спасибо вам большое.